В 2012 году в американском Денвере произошло событие, которое привлекло внимание к вопросам безопасности продуктов питания и их влияния на здоровье. Житель города Уэйн Уотсон выиграл против производителей попкорна, получив более 7 миллионов долларов компенсации. Причиной иска стала попкорновая болезнь легких, заболевание, вызываемое дыханием диацетила, ароматизатора, используемого в масле для попкорна. Это хроническое заболевание дыхательных путей приводит к необратимым изменениям в легких и затрудняет дыхание. Диацетил сам по себе считается относительно безопасным, когда используется в качестве пищевого ароматизатора. Однако, если его постоянно вдыхать, последствия могут быть катастрофическими. Регулярно готовящие в микроволновой печке попкорн Уэйн Уотсон, как и работники заводов по производству попкорна, подвергали свое здоровье опасности, вдыхая этот химический компонент в течение длительного времени, что приводило к поражению легких. Множественные случаи выявления попкорновой болезни среди работников производства воздушной кукурузы для микроволновок и последовавшие компенсации также описаны в судебных протоколах США. С тех пор облитерирующий бронхиолит и называется попкорновой болезнью легких. И несмотря на кажущуюся безобидную формулировку, является очень тяжелым респираторным заболеванием, вылечить которое невозможно. Тогда же и были проведены тщательные исследования обреда диацетила на дыхательную систему человека. А знаете, где еще применяется диацетил? Вы не поверите. В вейпах и так называемых одноразках. Во многих электронных сигаретах, популярность которых стремительно растет в последние годы, используются жидкости, содержащие ароматизаторы, в том числе и диацетил. То есть то вещество, которое, как было сказано, категорически нельзя вдыхать, особенно в нагретом виде, используют для изготовления жидкостей, которые нагревают и вдыхают. Но в этих жидкостях используются не только диацетил. Как данные вещества влияют на организм? Сами электронные сигареты, а к ним относятся и вейпы, и одноразки, работают по принципу нагрева жидкости, которая затем испаряется, превращается в аэрозоль, вдыхаемый пользователем. А вот жидкости для вейпов обычно состоят из профиленгликоля и растительного глицерина, к которым добавляются ароматизаторы и иногда никотин. Эти вещества при нагреве также образуют мелкие частицы, которые проникают глубже в дыхательные пути, чем при курении табака. Наши органы дыхания оснащены защитной системой, называемой мукцелиарным клиренсом. Принцип данного механизма защиты в том, что, когда частицы чужеродных веществ попадают в дыхательную систему, будь то пыль или дым, они цепляются за слизь дыхательных путей и выводятся с кашлем. Однако частицы аэрозоли, вырабатываемые при вейпинге, намного меньше, что позволяет им преодолевать защитный барьер, проникать значительно глубже в дыхательную систему и наносить вред хрупким терминальным баранхиолом и альвеолом, где происходит основа дыхания газообмен. При этом человек даже не кашляет, что значительно усугубляет ситуацию, так как мелкие частицы легче проникают в глубину легких. Хотя некоторые вейпы и могут содержать меньше никотина, чем сигареты классические, назвать электронки безвредным для здоровья нельзя. В 2019 году в журнале Американской кардиологической ассоциации были опубликованы исследования, сравнивающие здоровье сосудов у курильщиков и вейперов. В исследовании приняли участие свыше 400 человек в возрасте от 21 до 45 лет. Они представили образцы клеток артерий для анализа. Результаты показали схожие повреждения кровеносных сосудов как у курильщиков традиционных сигарет, так и у тех, кто использует электронные сигареты. В обоих случаях врачи наблюдали выраженные повреждения сосудов, пониженный уровень кислорода в клетках и увеличенную жесткость стенок сосудов. Использование электронных сигарет может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому вейп не следует рассматривать как более безопасную альтернативу обычным сигаретам с точки зрения воздействия на здоровье. Кроме того, исследования показали, что у людей, использующих вейпы, отмечается пониженный уровень молекул оксида азота в клетках. Этот показатель имеет прямое значение для функций дыхательной системы, иммунитета и сердечно-сосудистого баланса. Но в отличие от традиционных сигарет, где человек осознает неприятные вкусовые и обонятельные ощущения, но продолжает курить из-за зависимости. Использование современных вейпов воспринимается как более приятное и вкусное занятие. Зачастую парение в принципе не ассоциируется с чем-то, что причиняет серьезный ущерб организму. Однако за этим сладким и привлекательным дымом скрывается реальный и серьезный вред. И вот благодаря как раз этой привлекательности и маркетинговому позиционированию в качестве яркого и модного аксессуара в Казахстане значительно увеличился спрос на эти девайсы. Так, по данным Министерства финансов, за последние два года оборот вейпов вырос 300 раз. Более того, как раз таки ввиду своей вкусовой и технологичной привлекательности, вейпы и одноразки стали предметом серьезного интереса среди подростков, о чем неоднократно сообщали общественники. Согласно исследованию HBSC, проведенному ВОЗ уже в 2018 году в Казахстане 14% мальчиков и 6% девочек старше 15 лет пробовали вейпы. Оценивая риски и всю степень угрозы в Казахстане в 2024 году был введен запрет на продажу и распространение некурительных табачных изделий, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них. Впервые о необходимости запрета депутаты официально заговорили еще в 2021 году, но всерьез вопрос двинулся к 2023, когда сначала вопрос снова поднял депутатский корпус, а потом проблемой занялось и правительство, объявив о планах запретить продажу вейпов, жидкости и ароматизаторов к ним. Проблема также была озвучена главой государства в рамках выступления на национальном курултае весной текущего года. Уже в апреле был официально подписан закон, который вводит уголовную ответственность за продажу, распространение и ввоз некурительных табачных изделий, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них. По мнению некоторых представителей индустрии, полный запрет на вейпы может привести к возвращению потребителей к традиционным сигаретам, которые считаются более вредными, что вызывает дебаты о мерах, направленных на снижение вреда от табачных изделий. Психолог Найля Сейджанова подчеркивает серьезные риски, которые вейпы представляют для здоровья детей и подростков. В своем мнении она отмечает, что несмотря на распространенное восприятие вейпов как менее вредных по сравнению с обычными сигаретами, они по сути приравниваются к ним из-за содержания никотина. Сейджанова подчеркивает, что вейпы содержат около 4 мг никотина, что может стать причиной быстрого формирования зависимости, особенно среди детей и подростков, чьи механизмы самоконтроля еще недостаточно развиты. Одним из ключевых аспектов, отмечаемых психологом, является использование вейпов для снятия стресса детьми, что приводит к потере контроля над частотой использования устройства. Со временем возрастает толерантность к никотину и прежней дозы уже недостаточно для достижения желаемого эффекта, что ведет к усилению зависимости. Кроме того, психолог отмечает, что при отказе от использования вейпов у детей возникают симптомы отмены, схожие с теми, кто пытается бросить курить обычные сигареты. Эти симптомы включают слабость, потливость, головные боли, трудности со сном, раздражительность и даже депрессию. Таким образом, Найля Сиджанова акцентирует внимание на важности ранней профилактики и активного вовлечения родителей в контроль и обсуждение рисков, связанных с вейпингом, поскольку это явление уже стало серьезной угрозой для физического и психологического здоровья детей. Экспертное мнение юриста филиала Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности Артура Алхастова подчеркивает необходимость комплексного подхода к решению проблемы вейпинга, особенно среди молодежи. Алхастов акцентирует внимание на том, что государственное регулирование в форме запретов и ограничений является важным, но недостаточным инструментом для борьбы с этой проблемой. В его выступлении подчеркивается важность формирования культуры и привлечения общественности для решения вопросов зависимости. Это требует активного участия родителей, учителей, государственных органов и неправительственных организаций. Важную роль в профилактике вейпинга играют образовательные программы, направленные на осведомленность о вреде вейпов и обучении здоровому образу жизни. Согласно новому закону за распространение и продажу вышеназванных товаров предусмотрен штраф до 200 мрп, что составляет примерно 740 тысяч тенге. Кроме того, предусмотрена возможность наказания в виде общественных работ до 200 часов или ареста до 50 суток. Ввоз и производство вейп караются штрафом до 2000 мрп, что составляет более 7 миллионов тенге, общественными работами до 600 часов или лишением свободы на срок до 2 лет. Если нарушения совершаются группой лиц, неоднократно и связаны с крупным доходом, наказание значительно ужесточается. В таких случаях штраф может достигать 5000 мрп, что больше 18 миллионов тенге и общественными работами, которые могут быть увеличены до 1200 часов, а срок лишения свободы до 5 лет. Также запарение вейпа в запрещенных местах предусмотрены такие же санкции, как за курение сигарет, что справедливо, ибо нет разницы, что лучше пахнет, а что хуже, что более вредно, а что менее. Лучше не употреблять ни сигареты, ни вейпы и вести здоровый образ жизни, не отвлекаясь ни на какую гадость. Ну а на этом наш выпуск подходит к концу. Пишите комментарии, делитесь мнением по теме выпуска, ставьте лайки, ну и будьте здоровы. Сау Боунс! Сау Боунс! Сау Боунс! Сау Боунс! Сау Боунс! Сау Боунс!